...системный кризис в обществе, если процесс деградации государства будет продолжаться. Что в этой связи прежде всего необходимо предпринять и будет предпринимать правительством? Жесткое, но в рамках закона повышения управленческой дисциплины во всех институтах государства. И прежде всего речь должна идти о повышении ответственности руководителей. Нельзя расхлябанность, разгильдяйство, ленность оправдывать приверженностью к демократии. Разработка и внедрение специальной системы материального и статусного поощрения лиц, находящихся сегодня на государственной службе. Необходима общенациональная программа подготовки и переподготовки новых управленческих кадров, способных принимать и реализовывать нетривиальные управленческие решения. Необходим раз и навсегда отказаться от узкоидеологического, политизированного подхода к кадровым назначениям, кадровой ротации на всех уровнях государственного механизма. Сильное правительство само должно стать эффективным примером, эффективной моделью функционирования государственного механизма, способным согласовывать и находить оптимальный баланс между различными политическими, социальными и региональными интересами. Поэтому необходимо и мы будем стремиться к тому, чтобы в правительстве были так или иначе представлены все ведущие социальные и региональные силы нашего общества. Несколько слов о практических предложениях. Иногда задают вопрос, что правительству нужно, чтобы реально воздействовать на экономическую ситуацию, эффективно, без поминутной оглядки на кого-то проводить в жизнь курс реформ. Скажу откровенно, реализации возложенных на правительство задач невозможно без передачи ему реальных полномочий в области управления экономикой. Да и еще в период экономических реформ сегодня правительству практически лишено сколько-нибудь значимых инструментов государственного регулирования, особенно в области кредитно-денежной и финансовой политики. Более того, оно до сих пор лишено права на законодательную инициативу. Закон о совете с министром, принятый в конце прошлого года, лишь в перспективе сулит... Вы выступаете, выступаете. По ходу съезд может переменить решение. Николай Васильевич, вы будете выступать? Справку можно, Руслан Иванович, комиссия регламента. Это вопрос непроцедурный. В премиях выступления до 10 минут представитель президента попросил 20 минут, съезд не принял это предложение. Так что прошу, в пределах регламента до 10 минут. Пожалуйста. Уважаемый съезд. Такая воля съезда, которая заметно меняет повестку дня, несколько заставляет изменить акценты подачи проблематики в силу физической невозможности, рассказать достаточно подробно об очень серьезной конституционной проблеме, о которой говорили многие депутаты, как о главной проблеме в повестке дня нынешнего съезда. Тем не менее, с учетом конституционного послания, послания Конституционного суда Российской Федерации и Верховному Совету, где достаточно сбалансированно указаны объемы нарушений Конституции и законов со стороны разных ветвей власти, мы хотели бы отметить, что не считаем, что все эти нарушения идут преднамеренно по злому умыслу. Многое объясняется и дефицитом времени, и отсутствием должной политико-правовой культуры во всех структурах власти. Но сегодня, видимо, нет альтернативы политике примирения и покаяния, иное это то, что ныне получило название «неправового пространства» в переводе на понятный человеческий язык, и это означает политику репрессии и насилия, железа и крови или казачьих ногаек. Увы, сторонников таких политических методов становится все больше, а это тем более должно заставить нас быть сторонниками правовых подходов. Декларация о государственном суверенитете России провозгласила принципом функционирования России как правового государства разделение законодательной и исполнительной судебной власти. Этот принцип был еще раз подтвержден первой и второй статьями Конституции. Реально процессы, которые мы наблюдаем, свидетельствуют о том, что даже эти несовершенные границы между ветвями власти удержать не удается. Примеры, которые будут приведены, могут показаться частностями, но, увы, вместе взятые они свидетельствуют о глубинных и устойчивых тенденциях политической линии, идущей вразрез с принципами конституционной законности. Одним из проявлений указанной тенденции является размывание границ между законодательной и исполнительной структурами. Верховному Совету Федерации по нашему анализу пока не удается удерживаться в рамках отведенной ему сферы деятельности. Одни за другими при Верховном Совете возникают структуры и ведомства, осуществляющие сугубо с точки зрения конституционности исполнительные и распорядительные функции. Здесь уже называли и фонд федерального имущества, и госкомстат, и пенсионный фонд, гирлянду банков, внебюджетные фонды и так далее. Верховный Совет берет на себя решение хозяйственных задач с грубым нарушением закона и, увы, беззастенчиво вторгаясь в полномочия правительства. Назову лишь некоторые акты, говорящие сами за себя. Цитирую. О мерах по обеспечению поставок продукции, товаров в районах Крайнего Севера и приравненные к ним местности. О неотложных мерах по подготовке к весенним полевым работам 93-го года. Многочисленные нарушения Конституции Российской Федерации допускаются Верховному Совету в непосредственной законодательной деятельности. Справочная информация о этом может быть роздана. Надо прямо признать, что одним из факторов конституционного кризиса или, как его обозначил председатель Верховного Совета, неуважение к Конституции, является появление непредусмотренного Конституцией еще одного центра принятия властных решений. Речь идет о Президиуме Верховного Совета, полномочия которого определены статьей 114 Конституции. Как показывает анализ принятых актов, Президиум зачастую выходит за пределы своих полномочий как рабочего органа парламента. Практикуемое Президиумом издание нормативно-правых актов ведет в известной степени к подмене и Верховного Совета, и правительства. Широкий размах приняла деятельность Президиума в принятии решений в бюджетно-кредитной сфере. Президиум принимает решение, цитирую, о возмещении Министерства промышленности и Министерства атомной энергетики за должности республиканского бюджета России, о приоритетном банковском обслуживании предприятий ядерно-энергетического комплекса. В таком же порядке принимались решения о выделении ресурсов 15 апреля, о льготах по оплате кредита 22 июня 1992 года. Остается загадкой, на основании каких полномочий Президиум принимал такие решения, как, цитирую, о социально-экономическом положении республики Бурятия, о приоритетах в военной политике России, об императорском православном палестинском обществе и многие другие. Независимо от побудительных причин, подобные советизации управления несет в себе разрушительный заряд, что наглядно доказано годами подобной практики. На этом фоне уже не удивляет трансформация поста председателя Верховного Совета. Конституционная фигура организатора работы парламента явочным порядком превращен в параллельный центр исполнительной власти. Как вы думаете, кем принимается решение, цитирую, об усуществлении государственной поддержки и финансирования Академии технологических наук? Или, цитирую, о разрешении сдать в долгосрочную аренду земельные участки в таможенной зоне Ленинградской области? Или, об упорядочении использования Черноморского побережья России в целях организации здорового отдыха населения? Это все прямо содержится в соответствующих персональных распоряжениях председателя Верховного Совета России. Председатель Верховного Совета позволяет себе решение, как будто он является высшим должностным лицом с неограниченными полномочиями. Распоряжением председателя Министерства юстиции было предписано зарегистрировать Устав Всероссийского агентства по авторским правам, которое было создано вопреки закону. Известно, чем кончилось это дело. Министерство не выполнило это предписание, а решением Конституционного суда законность была восстановлена. Правда, в адрес незаконного распоряжения председателя Верховного Совета Конституционный суд ничего не сказал. Почему? На всякий случай, с учетом полновластий Советов, может быть. И уже не удивляет, что создается Фонд Верховного Совета по социальной поддержке населения. Минуя парламентский контроль, средства используются по личному усмотрению председателя. Личным распоряжением председателя выделено далеко не личных 10 миллионов рублей из средств фонда одному ансамблю, 20 миллионов другому. Почему выбор пал именно на эти коллективы, знает только, видимо, председатель. Такое представление о собственной вседозволенности является одним из серьезных источников конфликтов и непредсказуемости российской политики, что наносит огромный ущерб и экономике, и праву. Нарушение полномочия должностными лицами Верховного Совета стало обыденным делом, вызывая цепную реакцию превышения полномочий и в центре, и на местах. И уже не правительством, не исполнительными органами, и даже не самим председателем Верховного Совета, а просто заместителями председателями Верховного Совета утверждаются такие документы, как государственные инновационные программы. Я читаю, новые поколения технологий и комплектов оборудования для реконструкции подземных инженерных сетей или, цитирую, производства экологических чистых установок без кислотного удаления окалина с поверхности проката для технического перевооружения предприятий России и поставки на экспорт, и так далее. Можно ли после этого говорить, что названные институты власти дают россиянам стабильность в политике и прогнозируемость жизни? Стирание грани между представительной и исполнительной сферами порождает еще одну трудно разрешимую проблему. Это сращивание депутатского корпуса и управленческого персонала. Возьмем в качестве примера Фонд социального развития России «Возрождение», учрежденный и зарегистрированный на основании решения Президиума Верховного Совета. Он активно занимается сегодня предпринимательством, создает коммерческие структуры, приобретает незавершенные объекты, совершает сделки с недвижимостью. Естественно, что возникают и не могут не возникать достаточно сложные отношения с органами исполнительной власти, в том числе контролирующими. Представьте доступность осуществления контрольных функций соответствующими органами со стороны МВД, МВ, прокуратуры, налоговой службы, если в составе его правления одних руководителей комитетов и комиссий Верховного Совета более ста. Причем каких? Вот только некоторые фамилии. Починок, Рябов, Еремин, Жуков, Исправников, Оснаханов, Степашин, Шорин и другие. Таких исходных примеров путаницы между политикой, государственной дисциплиной и коммерцией десятки и сотни. Стоило бы Верховному Совету в целом определиться, чем должны заняты депутаты. Политической деятельностью во влаге всей России или личной коммерцией, используя депутатские привилегии, и выйти на акт, сходный с указом президента в отношении государственных служащих по борьбе с коррупцией. Верховный Совет с грубым нарушением закона о референдуме, несмотря на сбор более двух миллионов подписей, не назначил референдум по вопросу о собственности на землю. Верховный Совет с грубым нарушением своего конституционного статуса и действующего законодательства не выполнил свою обязанность по обеспечению проведения референдума 11 апреля. Речь не идет о том, целесообразно или нецелесообразно поступает съезд или Верховный Совет. Вопрос в том, что юридическая оценка всем этим действием не может быть иной, как антиконституционная, внеправовая деятельность, связанная с политикой в ряде случаев состоявшейся узурпации или власти народов России или власти судебной. Демократия, право, справедливость не там, где можно подавить меньфинство и поделить его имущество, а там, где меньфинство защищено от произвола большинства. И суду здесь, в том числе конституционному, должна принадлежать власть, а не большинству, даже съезда. В противном случае в России никогда не будет ни конституционного порядка, ни справедливости, как правовой ценности. Мы считаем, что Верховный Совет и руководство создали очень опасную для конституционного строя практику и продолжают оставаться в этой антиправовой яме. Можно было бы сказать болезнь роста новой демократии, но сколько может издеваться над близкими больной, которая не хочет выздоравливать. Можно сто раз повторить, что у России особенно истать, но, как справедливо заметил один старый мудрец, для того мы имеем два уха и один рот, чтобы побольше слушать и меньше говорить. В том месте состоит мудрость разделения властей, что она основана на балансе. Ни одна власть не должна сама себе давать оценку. Это только известная унтер-офицерская вдова может сечь сама себя и сама себе и контролировать. В отношении этого вопроса президент уже говорил о том, что вся концепция, все подходы в согласии. я справлюсь со съездом, дадут ли вам дополнительное время. Пожалуйста, сколько, пять минут? Пожалуйста, ставлю на голосование. Одну минуту. Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые депутаты, завершая, я хотел бы сказать, что позиции по вопросам соблюдения Конституции сегодня не имеют альтернативы, кроме как договариваться и примиряться. Все остальное за рамками Конституции, за рамками права. А такая антиправовая политика обесценит любой наш прогресс. Поиски должны быть на путях взаимных уступок с моей точки зрения. И здесь есть о чем поговорить и договариваться и в отношении упразднений в неконституционных и надзаконных структур, как при Верховном Совете, так и в ряде случаев при администрации президента. Передача исполнительно-распределенных институтов, созданных при Верховном Совете и вокруг него органами исполнительной власти. И дело здесь не в Ельцине, не в том, больше или меньше власти у главы исполнительной власти. Этот будет или другой президент нельзя позволить себе такую родственную, чтобы превращать его в бутафорию. Принцип разделения властей выведен не из чьих-то персональных предрассудков, а из самой природы вещей политических. Из самой природы вещей, из общепринятых правил устройства государства вытекает и полномочия, и роль президента в системе сдержек и противовесов так называемому полновластью Советов. Вся полнота власти не должна принадлежать никому. Какая разница россиянину, от чего произвело страдать, Верховного Совета, его спикера или президента? Вся власть должна равномерно рассредотачиваться, ориентируясь не на Хазбулатова или Ельцина, а на закон как точку опоры, чтобы этой властью никто не начал злоупотреблять. Спасибо за внимание. Пожалуйста. Пожалуйста. Создать комиссию по проверке фактов, которые сейчас прозвучали выступление министра юстиции, уважаемого мной, точнее, есть ли вообще в президиуме Верховного Совета 100 человек, которые могут входить в состав правления фонда возрождения? И второе, мешали ли указанные члены президиума, в частности, я, например, когда-нибудь проверкам со стороны налоговой инспекции, министерства финансов и так далее, в деятельности фонда возрождения? И принимал ли я лично какое-то участие в работе этого фонда возрождения? Если уже министр юстиции доходит до того, чтобы выдвигать такие обвинения, я прошу съезд проверить и дать справку. Александр Петрович, вы не волнуйтесь. Важно же выплюнуть вот здесь, выбросить, а там не важно. Что ж, вы не видите, что ли, о чем идет речь? Вот об этом и идет речь, что правительство не подконтрольно парламенту, а надо, чтобы оно было подконтрольным. Так, уважаемые коллеги, приступаем к обсуждению. И тогда не было бы таких вольностей. Слово Исакову Владимиру Борисовичу от Российской Единства. Я так, как вы записались, никакого здесь нет предпочтения. Следующему будет предоставлено Витебскому Виталию Яковлевичу Слово. Пожалуйста. Извините, теперь можно запись, да? Пожалуйста, объявляю запись. Владимир Борисович, минуточку. Так, пожалуйста, объявите запись. Вы записывайтесь. Так, можно записываться. Пожалуйста. Владимир Борисович. Уважаемый Руслан Имраунович, мне до начала выступления очень убедительно хотелось бы попросить вас более спокойно и взвешенно вести съезд. Очень тяжело смотреть из зала за вашими рывками, за постоянными нарушениями процедуры. Честное слово, у Юрия Михайловича Воронина лучше получается, если вы не в состоянии поручить и вести съезд ему. Ну, а теперь, собственно, о том, о чем хотел бы сказать. Уважаемые народные депутаты, проблема несоблюдения Конституции и законов Российской Федерации высшими органами государственной власти и должностными лицами Российской Федерации возникла не сегодня. Вспомните, я говорил об этом еще на втором съезде народных депутатов. Затем было политическое заявление шести руководителей Верховного Совета третьему съезду народных депутатов, в котором мы указали, в частности, на превышение тогдашним председателям Верховного Совета своей компетенции, нарушение установленной законом процедуры разрешения дел, создание параллельных структур, пренебрежение решениями съезда народных депутатов. Многим тогда казалось, что это мелочи, некоторые издержки реформ, которые можно списать по графе трудности переходного периода. Но именно эти мелочи, накапливаясь и усиливая друг друга, привели к развалу Союза СССР, хозяйственный и правовой систем, подвели республику к нынешнему опасному кризису. Критикуя сегодня президента за пренебрежение Конституции, давайте не забывать, уважаемые депутаты, что именно мы своими решениями о дополнительных полномочиях дали ему право обходить Конституцию, поставили его выше закона. Правовой нигилизм, манипулирование законом, правовой процедурой, факты неуважения к законам и Конституции стали, к сожалению, повседневной практикой как представительных, так и исполнительных органов, как в центре, так и на местах. Я думаю, что об этом будут говорить многие. Но мне сегодня хотелось бы сказать о другой проблеме. Сегодня мы стоим перед лицом неизмеримо большей опасности, угрожающей самому существованию российского государства. Я имею в виду сознательный и целенаправленный подрыв конституционных основ национально-государственного устройства Российской Федерации. Развал России осуществляется несколько этапов. На первом этапе Верховный Совет и Съезд народных депутатов отстраняются от работы над Конституцией под предлогом, что это нарушает баланс властей, в нее запрещается вносить поправки. Этот этап вы можете наблюдать своими собственными глазами. На втором этапе ликвидируется Конституционная комиссия. Она заменяется некой комиссией по разработке закона о принципах и механизме реализации федеративного договора. Эту комиссию возглавляет также президент, но состав ее другой. Это не депутатская комиссия, депутаты могут лишь привлекаться к ее работе. На третьем этапе ликвидируется сама Конституция Российской Федерации. Ее должен заменить рыхлый конгломерат документов, включающие Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, Декларацию о государственном суверенитете республик, Федеративный договор, двусторонние договоры Российской Федерации с отдельными республиками, закон о президенте РСФСР, а также упомянутый закон о принципах и механизме реализации Федеративного договора. Вот как видится кое-кому, я цитирую, учредительные документы обновленной России. Наконец, на четвертом этапе ликвидируются высшие органы представительной власти Федерации, Съезд и Верховный Совет, на том основании, что они консервативны, оторвались от жизни и не выражают мнения избирателей. Они заменяются Конституционным собранием, образуемым по принципу делегирования представителей от субъектов Федерации. Уважаемые депутаты, я ничего не выдумываю, я почти дословно цитирую документы, которые нам вчера выдали на руки, а также опубликованные в газетах заявления Совета Глав Республик Совета Российской Федерации. Словно в каком-то оцепенении, в каком-то дурном сне мы ступаем шаг за шагом по тому же пути, который привел к развалу Союза СССР. Задумаемся, какой трагедией, какими жертвами обернется для народа этот новый развал. Россию разрушают с двух концов, с окраин и из центра. Никто не может бросить неупрека в великодержавных амбициях. Я всегда был сторонником совершенствования федеративных отношений, децентрализации власти, перераспределения прав и собственности в пользу субъектов федерации. Я поддерживал и буду поддерживать глав республик, краев, областей, когда они требуют соблюдения федеративного договора, настаивают на строгом соблюдении их компетенции. Но я не могу не видеть, что сегодня многие из них используют ситуацию, для получения неоправданных преимуществ и привилегий, заявляют о неподчинении федеральным законам, отхватывают кусок за куском у ослабевшего полуразвалившегося центра. Один лишь пример. Сегодня уже пять республик не платят налогов в федеральный бюджет. Маховик сепаратизма никогда не набрал бы таких оборотов, если бы его не раскручивали из центра руками президента Российской Федерации. Создавая параллельные структуры, раздавая без меры льготы и привилегии, играя на противоречиях интересов и властных амбициях, президент надеется направить удар сепаратизма на представительные органы власти, прежде всего сокрушить таким образом съезд народных депутатов и Верховный Совет. Это трудно расценить иначе, как безумие власти. Неужели он всерьез надеется выйти победителем в этой игре? Неужели не понимает, что рухнувший конституционный строй, который сегодня с таким усердием расшатывает президент, похоронит под своими обломками прежде всего его, президента? Уважаемые депутаты, вину за развал Союза СССР поделили между собой прежде всего бывший президент Союза СССР Горбачев и нынешний президент России? Трагедия и позор развала России будет на нашей с вами совести. Поведению первой, пожалуйста. Поведению можно? Ну, поведению, пожалуйста, первой. Уважаемые народные депутаты, уважаемый президиум, народные депутаты Лосенко, 28-й территориальный округ, вчера мы выслушали удивительно объективный доклад Николая Тимофеевича Рябова. Сегодня мы услышали достойный ответ Николая Васильевича Федорова. Каждое последующее выступление по этой теме, которое транслируется на всю страну, будет означать дальнейшее дискредитацию высших органов власти Российской Федерации. Поэтому я вношу предложение завершить на этом дискуссию по этому вопросу и перейти к рассмотрению постановления, которое находится у председателя нашего съезда. Спасибо. Не имеем права. Раз решил съезд, вот и будем наблюдать. Пожалуйста, следующее слово поведению. Второе, пожалуйста. Второе, Уважаемый Руслан Ибранович, народный депутат Российской Федерации, Братищев Игорь Михайлович, мне хотелось бы отметить, что из съезда в съезд мы повторяем практику, когда выступления наших депутатов никем не анализируются и главным образом никак не учитываются в принимаемых нами решениях. Получается, что все выступления депутатов осуществляются для грызущей критики мышей и не более того. Мне кажется, что мы вполне можем использовать современные средства, современную технику для того, чтобы оперативно осуществлять контент-анализ всех выступлений, выделять из этих выступлений те предложения, которые необходимо учитывать при разработке решений и в обязательном порядке учитывать эти идеи и предложения. У нас же сложилась практика, извините, Руслан Имранович, выступления говорим одно, а решения принимаем совершенно иные. Поэтому я прошу вас принять вот это мое предложение к сведению и по возможности его реализовать и на этом съезде, и на всех последующих съездах. Благодарю за внимание. Принял к сведению. Слово Витебскому Виталию Яковлевичу. Подготовиться от групп депутатов первый, значит, Сочелноков Михаил Борисович. Уважаемые народные депутаты, уважаемый председатель, уважаемый президент. В докладе Конституционного Суда справедливо обращено наше внимание на многочисленные нарушения Конституции и законов. Эти нарушения безусловно требуется устранить и принять неукоснительные меры для того, чтобы они не совершались впредь. Но я бы хотел остановиться не на этих частных нарушениях, а на том общем нарушении, которое совершила вся структура, все ветви нашей власти по отношению к нашему народу. Вчера на съезде выступал господин Казаров. Он говорил о том, что мы не спросили у народа по какому пути он хочет, чтобы мы его вели к капитализму или к социализму. Я думаю, что мы спросили у народа по этому поводу, что он думает. И народ ответил. Ответил, когда выбирал нас с вами на выборах, когда выбирал президента, когда реагировал на события в стране, в том числе в августе 91-го года. Но это был ответ на те наши слова, которые мы говорили в тот период. К чему мы все призывали? К какому обществу? Мы действительно призывали к обществу, в котором, как говорил президент, будут миллионы собственников. К обществу, в котором, как говорил председатель Верховного Совета, будет социально ориентированная рыночная экономика. К обществу, в котором будет мощный средний класс. А что такое средний класс в развитом обществе всем понятно. Это Это прежде всего квалифицированные рабочие, это инженерно-техническая, творческая, интеллигентская. Это предприниматели, организующие производство в том числе и в первую очередь. И эти цели были обществом приняты и поддержаны. Но мы с вами повели общество к другим целям и другими путями. И произошло это тайком, без всякого спроса. И если бы этот сущностный вопрос действительно поставить на референдум, то ответ на него был бы совершенно ясен и однозначен. Общество поддерживает те призывы и те идеалы, с которыми мы с вами пришли к руководству страной. Что мы имеем сегодня в действительности? Вместо миллионов собственников процесс приватизации, и это подтверждается многочисленными документами, в том числе и распространяемыми сегодня здесь на съезде, сводится к процессу создания кучки миллионеров. Средний класс, тот, который должен стать опорой реальной власти, реальной реформ, максимально люмпинизируется. Вместо этого опорой руководства общества, видимо, должны стать те коррумпированные структуры и те торгашеские структуры, которые сегодня действительно наживают мафиозные капиталы. Общество стонет уже от разгула мафиозной преступности. А вместо социально ориентированного рынка мы имеем совершенно реальный переход к домарксовскому первоначальному накоплению капитала. Поэтому сегодня, мне кажется, обсуждая вопрос о соблюдении Конституции, мы прежде всего в постановлении по этому вопросу должны обязать Верховный Совет президента и правительства выполнить те обещания, которые мы давали обществу, четко, однозначно и доступно для общества сформулировать те цели и пути, по которым мы это общество хотим вести. И еще один момент. Вот в этом обмане, который мы совершаем по отношению к своим избирателям, очень активную роль играет четвертая власть. Тот монополизм, который мы благословили своим где-то решениями, а где-то бездействиями, приводит к тому, что общество находится в полной растерянности. Общество практически утратило доверие к любым властным институтам. И я очень бы хотел, чтобы в постановлении, которое сегодня будет приниматься по вопросу о соблюдении Конституции, этот аспект, этот основной момент, сущностный момент нашей жизни нашел отражение, чтобы мы на следующем съезде потребовали от всех властных структур, что они сделали в направлении выполнения наших с вами обязательств перед избирателями. Спасибо за внимание. Слово Челнокову Михаилу Борисовичу. Подготовиться Булдаеву. Уважаемые коллеги, проклятие принципа революционной целесообразности почти весь век давляет над Россией. И сегодня принцип революционной целесообразности при провозглашенном принципе законности отнюдь не ушел на задний план, а наоборот, все больше и больше выходит на план передний. Ну вот давайте вспомним, мы говорим о необходимости соблюдения Конституции. Я ее захватил с собой, возможно придется цитировать. Так вот вспомним, как понимают Конституцию некоторые должностные лица, особенно лица президентской команды. Я не идеализирую наш съезд, не идеализирую Верховный Совет и согласен со многим из того, что здесь сказал министр юстиции Федоров. У меня облегчилась задача, я буду больше говорить об исполнительной власти. Так вот, на прошлой неделе, как вы помните, перед нами выступал первый вице-премьер Шумейко, представитель президента, и он нам дал блестящую интерпретацию Конституции. Ребята, Конституцию оставляем, но только вы ее приостановите, не выполняйте. Часть статей Конституции не надо просто, чтобы действовало, а так Конституция остается. Все в порядке. Вот так понимается Владимир Филиппович вами и, я полагаю, всей президентской командой соблюдение Конституции. Вот у меня, уважаемые коллеги, анализ Государственного Советника Юстиции, анализ действий и указов президента. Президент нарушал Конституцию в своих действиях и указах более ста раз. Более ста раз. Вот, уважаемые коллеги, только что принятое решение Конституционного Суда Российской Федерации. О приостановлении, по поводу указа президента о приостановлении действия, о запрете, простите, фронта национального спасения. Читаю. Признат содержащиеся в пункте 1 указы президента Российской Федерации и так далее, не соответствующим Конституции Российской Федерации. Конституционный суд уже неоднократно признавал указы президента не соответствующим Конституции Российской Федерации. Президент Российской Федерации нарушил сначала Конституцию Советского Союза, развалив в Беловежской пуще великую страну и пренебрегая результатами первого в истории Союза референдума, сегодня он нарушает, причем многократно, Конституцию Российской Федерации. Как понимает президент принцип разделения властей? Вот интересно, есть классическая в мире республика президентская, Соединенные Штаты. Так вот там все министры проходят чистилище по существу в парламенте, прежде чем они назначаются министрами. Да, без сомнения, только президент имеет право представлять кандидатуру и премьера, и министра. Но у нас президент хочет иметь право не только представлять кандидатуру, он хочет иметь право без всякого согласия Верховного Совета назначать министров. Вы посмотрите, сам президент на предыдущем съезде внес предложение, чтобы хотя бы 4 министра согласовывались с Верховным Советом. Верховный Совет согласился с президентом, принял этот закон, Борис Николаевич задержал подписание этого закона и за 2 дня, если не ошибаюсь, до подписания этого закона назначил трех силовых министров и министра иностранных дел. Это называется корректное взаимодействие с Верховным Советом. И потом, уважаемый господин президент, о каком взаимодействии со съездом и с Верховным Советом вы говорите, если вы не приходите в Верховный Совет? Что происходит сейчас? Сейчас, по существу, на седьмом съезде президентом нам было навязано неконституционное постановление, которое, наконец-то, вот в проекте нашей редакционной комиссии признается утратившим силу. Кстати, довольно любопытно, что это постановление было якобы принято 541 голосом. Для его принятия, поскольку она нарушает Конституцию, нужно 2 трети. И, я думаю, не случайно здесь председатель Конституционного суда Зорькин прислал своего заместителя. Сам он застеснялся выйти на трибуну, ибо он должен был в первую очередь следить за соблюдением Конституции. А он был в числе тех, кто навязал нам это постановление, и в числе тех, кто не восстал против того, что это постановление не принято. Вообще, почему все это делается? Да причина очень и очень проста. Сейчас президентская команда потерпела полное фиаско в экономике, катастрофический провал практически во всем, и нужно отвлечь внимание народа. Отвлечь внимание народа от той нищеты, от того грабежа, от того полного дикого развала, который имеет место в стране. И поэтому нам навязывается идея, что у нас здесь есть некий конституционный кризис. Есть просто несоблюдение Конституции теми должностными лицами, которые стоят во главе нашего государства. Конституции обязаны соблюдать все, и поэтому эти должностные лица должны нести за это ответственность. Поэтому в соответствии со статьей 121.10 я вношу предложение об отрешении от должности президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Напомню, что Конституционный суд уже согласно статье 121.10 принял решение о том, что действия президента не соответствуют Конституции, и поэтому дополнительное заключение нам не нужно. Прошу поставить мое предложение на голосование. Благодарю за внимание. Слово Булдаеву Сергею Николаевичу подготовиться к Кожокину. Булдаева нет? Нет Булдаева, да? Тогда слово Кожокину Евгению Михайловичу подготовится депутату Саенко. Честно говоря, мне очень не хотелось бы выступать по этому вопросу. Мне очень не хотелось бы слушать то, что довелось сегодня услышать в этом зале. ни выступления министра юстиции, ни выступления своих коллег-депутатов. Так как, что бы тут ни говорилось в адрес той или другой стороны, все это идет во вред нашей стране. Все без исключения. Так как дискредитация власти достигла уже невероятного уровня. И дискредитация власти продолжается. Сейчас каждый из нас включен в какую-то политическую обойму. И в какой-то степени мы должны подчиняться политической дисциплине. Таковы правила политики. И я должен был сейчас сказать о тех нарушениях, а их было много, со стороны Верховного Совета, со стороны Президиума, со стороны Председателя. Можно было бы долго говорить и о том, как готовился референдум, об основных положениях новой Конституции, и о том, как был проигнорирован референдум о земле, и о целом ряде других нарушений. Можно было бы говорить и о тех нарушениях, также достаточно многочисленных, которые были совершены президентом и теми лицами, которые готовили его указы и распоряжения. Но какой в этом смысл, задаю я вопрос. Чего мы хотим добиться этими обвинениями? Во-первых, уж если мы решили такую устраивать разборку в своей среде, то, наверное, надо было это проводить при закрытых дверях. А мы решили объявить об этом всему миру, а самое главное, о своей собственной стране. Успеха в этой разборке не достигнет никто. И особенно странно то, что активистами этой разборки выступают те люди, которые на самом деле не имеют никакого морального права участвовать в этих действиях. Только что до меня выступал депутат Челноков, и он предложил форму импичмента президенту. Это что, специализация моего коллеги депутата Челнокова? Мы все в этом зале помним, сколько раз он выступал и предлагал отстранить от должности президента Горбачева. Теперь новый президент и нового президента тоже нужно отстранить. С этой трибуны только что выступал мой коллега Исаков. Я вместе с ним был в демократической России. И вместе с ним мы готовили декларацию о государственном суверенитете России. Многие из нас сейчас понимают, какие негативные последствия имела эта декларация. Что не было бы никакой Беловежской пущи без этой декларации. Каждый из нас, в общем-то, отдает себе отчет в этом. Так что же мы ищем виноватых? Мы все тут виноваты. Мы все виноваты. И уж если на то пошло, тогда надо ставить вопрос о том, чтобы действительно народ выбрал более достойных представителей. Действительно тогда надо выходить на новые выборы. Но на эти новые выборы мы не можем выйти сегодня. Просто по такой простой причине, что непонятно, куда выбирать новых народных депутатов. Опять на съезд? Нет. Слишком неэффективна эта форма работы. Это мы все отлично понимаем. То есть, соответственно, нужно решать вопрос о том, чтобы был все-таки двухпалатный Верховный Совет, который избирался бы прямым голосованием. И именно об этом предлагалось поставить вопрос на референдуме. Референдум очень опасное дело. Но если мы сами не можем решить вопрос, то что остается делать? Точно так же нам нужен закон, кстати говоря, и о референдуме. Этот референдум не мог быть проведен в том числе и потому, что имеющийся закон о референдуме просто не позволяет провести референдум на самом деле. А мы его не пожелали усовершенствовать, не пожелали усовершенствовать на нашем Верховном Совете. Я предлагаю все-таки последовать тому предложению, с которым выступил депутат Лысенко, и поставить вопрос на голосование о том, чтобы прекратить прение по этому вопросу, который дискорритирует всех нас. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что зря мы Михаила Борисовича Челнокова в свое время не послушались по Горбачеву. Я думаю, что мы бы и этой ситуации не имели. Я не согласен с теми ораторами, которые говорят, что в серьезную нехорошую разборку превращаются факты те, которые изобличают руководители любого ранга, которые идут в сделку с Конституцией. Ничего подобного. Если мы строим правовое государство, мы должны честно и откровенно говорить сразу руководителю любого ранга о том, что он с Конституцией вошел в противоречие. Мы сохраним и руководителя, и быстрее построим правовое государство. Я не хочу приводить здесь факты о том, как наш президент принимал совершенно незаконные формулировки в своих указах по Чувашии и Мордовии, по городу Москве, о формировании структур вопреки действующего законодательства в правительстве о казначействе и другие структуры. Уже не говоря о том, что еще до нашего решения председатель Центробанка был его личным распоряжением включен в состав правительства, и мы лишь только здесь его фактически санкционировали. И то, о чем я буду здесь говорить, обращаясь с депутатскими запросами, я вновь не хочу себе представить вам, как жаждующий чего-то, какого-то мщения, лишь только руководствуясь сугубо интересами России. Я обращаюсь с депутатским запросом и мой коллега Андронов к Виктору Степановичу Черномыдину. Уважаемый Виктор Степанович, в соответствии с вашим заявлением, которое вы сделали сегодня о том, что необходимо прекратить нелегальный вывоз валютных капиталов из нашей страны, просим вас конкретно ответить на следующие вопросы. Что сделано вами для возврата по закону в России 25 миллиардов долларов, оказавшихся сейчас на банковских счетах российских граждан Западной Европы и Америки? Что предпринято вами для прекращения валютного ограбления России? Имеется ли у вас или у ваших подчиненных интересующая нас отчетно-финансовая документация о расходовании валютных средств от продажи на Западе 31 тонны чистого золота по распоряжению Гайдара от 11 февраля 1992 года? И еще один депутатский запрос к генеральному прокурору Степанкову. Мы с моим коллегом Павловым еще на пятом съезде обращались с депутатским запросом проверить факты о производстве реализации красной ртути за пределы России. На этот запрос мы получили ответ из прокуратуры за подписью Кехлерова, из которого видно, что расследование вокруг красной ртути прекращено ввиду того, якобы в природе красной ртути не существует. Мы вновь, уважаемый коллега Кехлеров и генеральный прокурор, обращаемся к вам с депутатским запросом, в котором сообщаем известные нам сведения. Первое. Распоряжением президента номера 75 РПС от 21 февраля прошлого года была одобрена деятельность концерна «Промэкология». Разрешено ему изготовление, закупка и поставка и продажа за рубли из КВ «Красной ртути» в пределах ежегодной квоты 10 тонн. Этим же распоряжением концерн был освобожден от налогообложения в пользу республиканского бюджета. В обращении председателя Комитета по защите экономических интересов при президенте Ермакова на имя Ельцина, номер НЕ-913 от 4 апреля, об экспорте красной ртути указывается направление применения красной ртути, в том числе производство взрывателей ядерных бомб, изготовление антирадарных покрытий, военной техники и другие. Высказывается опасение, что под видом красной ртути за рубеж могут быть беспрепятственно вывозиться иные более дорогостоящие радиоактивные материалы. В письме президента промоэкологии на имя Бурбулиса от 2 апреля 1992 года высказана просьба, цитирую, «немедленно приступить к практической реализации распоряжения указанного президента». А в дополнение к этому тот же автор сообщает о необходимости переговорить по данной теме с Баранниковым, Савенковым из МБ. И еще 3 апреля на эту тему уже проведены, сообщает автор беседы с вице-президентом концерна «Магма», с представителем Минобороны. По итогам, цитирую, «было достигнуто полное взаимопонимание». Господин прокурор, речь идет о запросе по вопросу, имеющему важное государственное значение. Еще раз просим вас сообщить о мерах, предпринимаемых прокуратурой по расследованию изложенных фактов с красной ртутью, этим таинственным веществом, операцией с которым осуществляется санкция высшего должностного лица государства. Спасибо. Слово Тихонову Владимиру Агеевичу. Пожалуйста. Редакцион, члены редакционной комиссии Рябов Николай Тимофеевич просит пройти для работы. Вы же задерживаете работу съезда. В соответствии с Конституцией только съезд народных депутатов может определять внутреннюю и внешнюю политику России. В соответствии с этим Седьмой съезд народных депутатов отверг проводимую президентом политику шоковой терапии, отверг политику геноцида против собственного народа, отверг политику разрушения экономики и нашего научно-производственного потенциала. Казалось бы, если бы у нас действительно исполнительный ветвь правильно понимала свои задачи, не претендовала на ведущую определяющую роль в стране, она должна была подчиниться решениям Седьмого съезда в соответствии с Конституцией. Но что делает президент и правительство? Они абсолютно игнорируют решение Седьмого съезда. И до сих пор ни одно решение Седьмого съезда по экономической реформе не выполнено. Не выполнил представленный план антикризисных мероприятий, не выполнил все другое, что там предусмотрено, а наоборот, упорно и настойчиво продолжается политика ограбления народа, политика шоковой терапии, которая приведет не только к развалу экономики, но и неизбежно и к развалу России, поскольку их жизненные, только жизненные интересы лежат в основе любого государства. И скажите, пожалуйста, вот сегодня здесь выступал президент, что он просил? Он просил еще дополнительных себе полномочий осветить нашим именем, чтобы, он говорит, нужна сильная власть для проведения реформ. То есть он упорно и настойчиво желает продолжать отвергнутую съездом политику шоковой терапии. Скажите, пожалуйста, это уважение, соблюдение Конституции нет. Это постепенное сползание, к диктатуре, к авторитаризму, к восстановлению в иной форме тоталитаризма. И мы, безусловно, должны правильно дать этому оценку. Политика уступок, политика уступок, исторический опыт показывает в Германии, к чему политика уступок к гитлерскому фашизму привела. Она привела ко второй войне. У нас точно так же политика уступок приведет к авторитаризму, к диктатуре, и, опять повторением нашего горького опыта, установление необольшевизма. А в новой форме тоталитарной системы. Поэтому нам действительно, уважаемые депутаты, нужно очень и очень ответственно относиться к нашим решениям. Мы с вами не имеем опыта общественного и государственного строительства. Советская система не позволяла нам приобрести этот опыт. И поэтому вина за те ошибки, безусловно, не на нас сегодня лежит. Но мы из этого должны извлекать уроки. Посмотрите, нам бросается лозунг, причем руководством Горбачева, Александром Яковлевым, о Советской империи. И мы разрушаем Советский Союз. Нам бросается опять очередной миф, что рыночная экономика это только экономика капиталистическая. И мы разрушаем экономику, мы уничтожаем социальную сферу. Мы довели до крайности собственный народ. Нам брошен миф, и мы его спокойно восприняли и включили в Конституцию о принципе разделения властей. Это такой же ложный миф, как и все остальные. Я понимаю, судебная власть, да, должна быть, но не может быть независимой законодательной и исполнительной власти. Представьте только на одну минуточку себе. Мы выбираемся по собственным платформам. Каждая партия блок выдвигает платформы. Президент по собственной платформе. И что получится? Большинство завоевавших блок или партии желают проводить одну политику, а президент исполнительной власти будет другую политику проводить. Это абсолютно ложный принцип. Исполнительная власть должна быть подчинена представительной. И нигде в мире никогда не было, нет и не может быть разделения властей. Вот в том понимании, о котором говорится, разделение функций, да, разделение полномочий, да, но не разделение властей. Власть всегда должна быть у того, кто хозяин в экономике. И, соответственно, и социальная, политическая власть у этого должна быть. А поскольку у нас сегодня мы не определились еще, то ясно, что эту функцию должны нести только и только представительные органы власти. Они носители верховной власти. И поэтому нам необходимо принять изменения в Конституции, иначе мы эту надвигающую катастрофу, эту диктатуру никогда не остановим. Никогда не остановим. Поэтому ясно, что мы не допускали наших ошибок, тех, которые действительно можно было избежать. Нам надо так и поступать. Еще один миф нам вбрасывает о том, что пресса и средства массовой информации должны быть независимы. Скажите, пожалуйста, почему господин Попцов или господин Брагин на государственном теле радиовещания должны определять политику, а не мы, не представительные органы власти? Почему они могут? Они все, и программы снимают, определяют политику, а мы не можем. Ясно, что это нонсенс. И ясно, вот решение 6-го съезда нами до сих пор не выполнено. Государственное теле радиовещание не может быть независимым, не может быть подчинено исполнительной власти. И мы тоже это решение с вами должны принять. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, и надо все-таки посоветоваться. Разговор не получается. Может быть, закончим? Ставлю на голосование, кто за то, чтобы прекратить прение. Борис Анатольевич, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, я весьма удовлетворен, уважаемый председатель, что вам не удалось прекратить прение перед моим выступлением. Вы меня уже назвали значительно раньше в порядке выступающих, и, зная, что я ваш оппонент, пытались лишить меня на этом съезде слова. Рад, что вам это не удалось. Да не я, а ваш коллега Лысенко. Уважаемые депутаты, сегодня в рамках обсуждения этого вопроса уже критиковали президента, уже критиковали правительство, уже критиковали Верховный Совет. Не пора ли нам подойти и к председателю Верховного Совета? Я думаю, что для этого у нас есть все основания. Потому что председатель Верховного Совета, сформулировав позицию и концепцию власти председателя Верховного Совета, в нарушение Конституции намерен присвоить себе полномочия по руководству всем Верховным Советом, по руководству съездом народных депутатов, по руководству нами с вами, полномочными представителями народа. 21 августа прошлого года председатель Верховного Совета издал распоряжение, которым он нарушил статью 115 Конституции Российской Федерации, которая предельно четко очерчивает полномочия председателя. Полномочия председателя Верховного Совета сводятся исключительно к тому, чтобы готовить и оказывать содействие в подготовке вопросов для рассмотрения их на съезде народных депутатов и на Верховном Совете. Статья 115 Конституции не наделяет председателя Верховного Совета ровно никакими властными полномочиями ни в отношении съезда, ни в отношении Верховного Совета, ни в отношении палат, комитетов и народных депутатов. Вопреки этому, в упомянутом мною распоряжении председатель Верховного Совета возложил на себя полномочия по руководству Верховным Советом. Что такое понятие руководить? Руководить – это значит управлять или заведовать. Таким образом, председатель Верховного Совета упомянутым постановлением назначил себя то ли управляющим, то ли заведующим Верховным Советом. Думаю, что у нас нет оснований для того, чтобы согласиться с таким понятием о концепции власти председателя Верховного Совета. В этом же распоряжении председатель Верховного Совета наделил определенными полномочиями своих заместителей. Статья 115 Конституции говорит о том, что председатель Верховного Совета может часть своих функций передавать своим заместителям. И совершенно очевидно, что он не может наделять своих заместителей такими функциями и полномочиями, которыми он сам не располагает. Тем не менее, председатель в упомянутом распоряжении возложил на своих заместителей обязанности по руководству рядом комитетов и комиссий. И это не только в нарушении Конституции, но и в нарушении закона о комиссиях и комитетах. Совершенно очевидно, что председатель и его заместители не могут направлять работу ни палат, ни комитетов, ни комиссий. Это самостоятельные депутатские формирования, состоящие из полномочных представителей народа, ни направлять, ни руководить, ни указывать которым нет права ни у кого, кроме их собственных избирателей. В этом же распоряжении председатель Верховного Совета решил, что он имеет право распределять полномочия между председателями палат. Между тем, в соответствии с Конституцией, никакими полномочиями председатель в отношении председателей палат не пользуется. А сами председатели палат имеют только одни полномочия. Одни говорят прекратить, другие за... Уважаемые народные депутаты, уважаемый президент, говоря о Конституции, я бы хотел обратить ваше внимание на тот момент, что в истории еще не было такого случая, когда высшие должностные лица, президент, председатель Верховного Совета и председатель Конституционного Суда пошли на так называемое соглашение, которое грубо попирает Конституцию. Де-факто я констатирую, что у нас сегодня нет ни президента, ни председателя Верховного Совета и ни председателя Конституционного Суда. Президент заявил накануне восьмого съезда, что он не намерен выполнять Конституцию, действующую, так как в нее были внесены изменения. Тогда стоит вопрос о том, и мы в который раз уже нам нужно обращаться в Конституционный Суд по поводу ответственности за нарушение Конституции РСФСР, ответственности по Беловежскому заговору, который разрушил союзное государство, и мы, как депутаты, и президент, и Конституционный Суд избирались в тот момент, когда Россия входила в суверенное государство СССР. Таким образом, ни съезд с Верховным Советом, ни президент, и ни Конституционный Суд являются фактически нелегимитивными. Но я бы хотел обратить внимание на более глубокий процесс и глубокие причины существующего сегодня так называемого кризиса. И это исходит еще из одного соглашения, которое сегодня так, в таком спешном порядке, мы приняли за основу. Я хотел бы обратить внимание уважаемых народных депутатов на четвертый пункт этого постановления. Этот вопрос тоже стоит, и он является скрытым, потому что сейчас фактически идет ожесточенная борьба за власть и за собственность. Так вот, этим четвертым пунктом фактически идет перераспределение, захват собственности и увод ее из-под контроля. Именно непосредственно, кому она должна быть подконтрольна, это законодательным органам власти. Подчинение фонда федерального имущества правительству, а уже без того, уже президент издал ряд распоряжений, которые фактически парализовали его работу и Верховного Совета по контролю приватизации. Я хочу сослаться на заключение экспертов Высшего экономического совета и фонда федерального имущества о том опасных последствиях, которые связаны с так называемой народной приватизацией. Дело в том, что основные фонды, которые предложены к приватизации, оцениваются сейчас в старых ценах 1984-1990-х годов, что значительно ниже фактически существующих, а средства, которые сосредоточены в коммерческих структурах, и не секрет, и здесь я могу сослаться и на заявление вице-президента Рудского, что значительная часть этих средств сосредоточена в мафиозных структурах. Этот спрос не ограничен. Фактически, я вам просто приведу пример, если сделать анализ такой предложения и спрос, то есть основные фонды оценены примерно в ценах по старым ценам полтора триллиона рублей, кое-где есть небольшие коэффициенты, а спрос не ограниченный. Фактически, сейчас, если мы приведем пример, только по внешнему долгу, он составляет 80 миллиардов долларов или 4,5 триллиона рублей, те доллары, которые уже составляют 700 рублей, и самое страшное, я мог бы перечислять внутренний долг, который более триллиона рублей, но самое страшное заключается и коварно еще в другом. Дело в том, что искусственно, госком имуществом, создана эмиссионная пурга. Та гиперинфляция, о которой говорил Виктор Степанович Черномырдин, но он не вскрывает именно причины истинной гиперинфляции и истинного ажиотажа и подрыва экономики. И я бы хотел обратить внимание государственных органов безопасности, которые бы сейчас проанализировали весь ход экономической реформы и подрыв экономики государства. Так вот, фактически, бесконтрольно создано 88 инвестиционных фондов, которые имеют уставной фонд десятки миллионов и разрешили им бесконтрольно выпускать ценные бумаги на десятки и десятки миллиардов рублей. Я приведу пример акционерного общества Москва-Сити. Уставной фонд 48 миллионов с ведомства с разрешения госком имущества им уже повторно разрешили выпускать ценные бумаги на полтора миллиарда рублей. Таким образом, получается этот массированный в одном государстве образовалось 90 государств, которые фактически выпускают деньги ничем не обеспеченные. И в этот момент, конечно, я хотел бы обратить внимание депутатов на этот четвертый пункт, что его ни в коем случае нельзя принимать. Здесь очень глубокие последствия для нашего народа. с развалом союзного государства я сказал, что я сейчас заканчиваю. Я сейчас заканчиваю. Таким образом, у меня, к сожалению, нет времени для более детального анализа экономического состояния нашего государства. Но я бы хотел сказать, что дальнейшее продолжение ельцинского режима приведет к полному развалу российского государства. Поэтому я обращаюсь принять единственное решение. В этих условиях призываю назначить одновременные выборы и депутатов, и президента. Спасибо за внимание. Так. Вообще много здесь, я не знаю. Вот еще целая группа депутатов. Уважаемые депутаты, уважаемый председатель. Вчера и сегодня с этой трибуны и от микрофонов было произнесено много гневных слов в адрес исполнительной власти. Но не это меня сейчас беспокоит. А беспокоит дефицит правового сознания в том числе и в этом зале. Это стало нашим постоянным фактором деятельности. Мы сначала принимаем законы, а потом вносим поправки в Конституцию. Хотя по правилам все должно быть наоборот. Достаточно часто приходится слышать суждения. Ну и что такого? Сегодня мы приняли одно решение, завтра, если надо, будет перерешим. Что тоже не имеет никакого отношения к праву. То же самое предлагается нам сделать и проектом постановления, который роздан. Отменить постановление седьмого съезда. При этом даже не понимается то, что если мы отменяем постановление седьмого съезда о разграничении функций ветвей власти, то тем самым лишается своих полномочий, например, и премьер-министр, глава правительства Российской Федерации. Однако это приносится в жертву чисто политическому моменту. Мне представляется, что противоправным является постановка самого второго вопроса, который мы сейчас обсуждаем в повестку дня, потому что это есть прерогатива судебной власти. И здесь одна из ветвей власти не может выносить какие-то вердикты в отношении другой ветви власти, если это не судебная власть. Седьмой съезд депутатов отказался проводить референдум о земле, тем самым нарушив право народа на прямую демократию. Теперь нам предлагается нарушить это право вторично, отменив референдум, решение о котором было принято на предыдущем съезде. Более того, объявить мораторий на референдумы на текущие и следующие годы. Здесь можно много говорить о том, кто виноват в том, что ситуация с проведением референдума 11 апреля находится под очень большим вопросом. Но огромная ответственность за это лежит и на Верховном Совете, поскольку не были согласованы вопросы, выносимые на референдум, они не были утверждены и не была проведена техническая организация референдума, что возлагается по закону на Верховный Совет. Здесь много говорилось и правильно говорилось о проблемах федеративного устройства России. Я хотел бы обратить ваше внимание на те нарушения, которые были допущены Верховным Советом в части именно федеративного устройства. Я абсолютно согласен с депутатом Галазовым, что год и даже больше работы парламента после подписания федеративного договора был потерян в том отношении, что не было создано законодательного подкрепления федеративному договору. И это упущение крайне тяжелое. Кроме того, в своей законодательной деятельности и Съезд, и Верховный Совет неоднократно нарушали федеративный договор и права субъектов федерации. Седьмой Съезд без согласования с субъектами федерации внес поправки в статьи 70, 71, 84, пункты 7, 11, о Советах в статью 109, пункт 11. Верховный Совет без согласования с субъектами федерации принял законы об образовании, об основах строительства, внес поправки в кодекс законов о труде и в другие кодексы, которые принимались в это время. У меня еще одна минута, я засек по часам. Точно такое же пренебрежение правом содержалось в том выступлении, которое здесь держал перед нами заместитель председателя Верховного Совета господин Рябов. Он, почему-то, говоря о полномочиях президента, апеллировал только к опыту Соединенных Штатов, хотя Соединенные Штаты при всем уважении к ним не единственный свет, наверное, в российском окошке. Во Франции, к слову сказать, президент является и главой государства, и главой исполнительной власти, и руководит заседаниями Совета министров. Абсолютно неправильно трактовалось понятие парламентской республики, поскольку в парламентской республике депутаты становятся министрами, не утрачивая при этом депутатских полномочий. А наш депутатский корпус как раз сейчас ведет свое законодорчество в сторону усиления президентской, а не парламентской республики, требуя, чтобы не только министры, но и заместители министров и вице-премьеры слагали депутатские полномочия из себя. Абсолютно полное введение в заблуждение депутатского корпуса содержалось в тезисе о том, что в федеративных государствах никогда не проводятся референдумы. Помилуйте, господин Рябов, за последние два года два референдума было проведено в Федеративной республике Германии, которую вы обвинили в том, что она никогда не проводила референдумы. А такое федеративное государство со старейшими традициями, как Швейцария, проводит референдумы по нескольку раз в год. И, наконец, еще о федеративном устройстве. Я полностью поддерживаю горячую речь господина Исакова в той части, когда он призывал не разваливать Россию. Но за его подписи здесь был распространен документ, который озаглавлен о воссоздании союзного государства. И на мое замечание о том, что такого рода документы ведут к разбеганию других государств и содружеств в сторону от России, он сказал, ну и пусть. Вот таким образом в угоду сиюминутным политическим амбициям приносятся важнейшие интересы государства. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Федор Вадимович оставил здесь удостоверение. Уважаемые коллеги, ну я, во-первых, хочу поблагодарить Сергея Борисовича Шибалдаева за очень неполное цитирование моих скромных бесед с российской газетой, которая еще менее полно меня цитирует. И хочу пояснить ту мысль, чтобы я не выглядел вампиром. Да, я известен своей позиции, что считаю, что до тех пор, пока господин Ельцин будет президентом нашего государства, добра у нас не будет. Здесь так думает очень много людей. Но я стою на законной конституционной почве и считаю, что коль скоро две трети этот депутатский корпус никогда нам не даст за отрешение президента от должности, есть один легальный нормальный выход. Вынесите сейчас на референдум два вопроса. Согласны ли вы с тем, что необходимы досрочные выборы президента? Первый вопрос. И второй вопрос. Согласны ли вы с тем, что необходимы досрочные выборы депутатского корпуса? Уверяю вас, подавляющее большинство граждан скажет да. Но мы мужества не наберемся, спрячем голову под крыло и дальше будет продолжаться вот этот ужас без конца. Я там так и сказал, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А теперь по существу вопроса. Чисто формальная сторона. Мы обсуждаем вариант, который мы приняли за основу. Но есть другой вариант. Есть вариант, который размножен, роздан от блока российское единство, который включает анализ более 40 указов президента. И есть там проект постановления съезда об обращении в конституционный суд. Я бы думал, что блок, который ходят четыре фракции, достоин того, чтобы этот проект был поставлен хотя бы на голосование. Это чисто формальная сторона. Любой желающий может ознакомиться. Здесь юридическое заключение по этим указам, их полный перечень, проект постановления и проект обращения в конституционный суд. Далее я об этом говорить не буду. А теперь я хочу сказать о главном. А главное следующее. Вот мы говорим о конституции. Вот недавно в Верховном Совете, а 600 с лишним депутатов на местах об этом не знают, потому что их не информируют, что происходит в Верховном Совете. Так вот, недавно в Верховном Совете на закрытом заседании комитета по международным делам было совершенно точно доказано с представителями главного разведывательного управления Министерства внешнеэкономических связей и так далее и тому подобное, что Россия от присоединения к санкциям в результате политики узкой группы лиц, которая не была согласована ни с одним экономическим ведомством правительства, ни с одним разведывательным нашим учреждением, так вот, в результате этой политики Россия совершенно точно понесла ущерб в сумме более 18 миллиардов долларов. И это уже известно всем депутатам, материал комитетам направлено все комитеты и комиссии и так далее и тому подобное. Я задаю вопрос, имеет это отношение к конституции, к соблюдению конституции и так далее или нет? Я отвечаю, имеет, потому что съезд нарушает, не президент, это уже не дискуссионный вопрос, съезд нарушает второй раз подряд конституцию, где записано, что к исключительному ведению съезда относится выработка внутренней и внешней политики. Я задаю вопрос не членам Верховного Совета, а тем, кто работает на местах. Когда вы принимали решение о присоединении к блокаде в отношении Союзной Республики и Югославии, когда вы принимали решение о присоединении к блокаде в отношении Республики Ирак и Республики Ливия, конкретно, когда вы это решение приняли, именно вы такое решение должны принимать, потому что это принципиальная внешнеполитическая линия. Второй момент, недавно на заседании Совета Безопасности господин президент заявил, и это повторили все средства массовой информации, что у нас нет внешнеполитической концепции и нет военной доктрины. И одновременно с этим я читаю в любимой мной газете деньги, состоит членом редколлегии, уважаемого господина Хижу, который говорит, что сокращение за 92-й год оборонных заказов, государственного заказа на 67% практически выходит просто за грань здравого смысла. И я спрашиваю, имеет это отношение к Конституции или нет? Вы понимаете, это имеет отношение к Конституции, потому что нужно открыть соответствующую статью и прочитать, что президент имеет полномочия и обеспечивает безопасность общественную и государственную государства. Какова наша безопасность? Далее вопрос о выработке внешней политики. Вот я увидел глаза Сергея Степашина, который пристально сейчас на меня смотрит, и я хочу сказать, что он в присутствии всех членов комитета заявлял, что комитет по обороне и безопасности Верховного Совета не имел никакого отношения к выработке того соглашения, которое было заключено 17 июня в Вашингтоне, по которому Россия была унижена, оплевана, и мы сегодня до сих пор не разобрались с этим вопросом. То есть мы на том съезде начали шуметь и ничем не закончили. Я спрашиваю, это нарушение Конституции или нет? И, наконец, последнее заканчиваю. Меня потряс наш Конституционный суд. Председатель его потряс вдвойне, но и сам Конституционный суд потряс. Распространив документ, он не сказал о главном. В нашей Конституции упоминание СССР остается до сих пор. И Верховный Совет не имел права, не собирая съезд, ратифицировать Беловежское соглашение. И, между прочим, те депутаты, которые не входят в Верховный Совет, пока на свою душу, на свою совесть вот это страшный грех этот, вот это преступление не взяли. И есть еще возможность взять съездом простым большинством, отменить решение Верховного Совета, съезд имеет это право сделать, ратификации Беловежских соглашений. А господин Шилов-Коведяев, успешно поработавший на посту первого заместителя министра, не знает о последних новациях. Он не знает, как белорусский парламент откликнулся на наше прошлое скромное заявление. Я вас уверяю, что через полгода, если Черномырдин будет проводить более жесткую политику в отношении, так сказать, газа, нефти и так далее, до них будет доходить необходимость интеграции стомильными шагами. И они будут принимать просьбы, заявления, обращения к нам, чтобы мы их приняли и интегрировали. Так вот, все большие и малые республики ждут, что Россия, которая первая приняла декларацию о суверенитете, она и должна сделать первый шаг в сторону интеграции. И не беззубый шаг, а шаг действительно серьезный, юридический. И это а. отменить декларацию в некоторой части, и б. отменить Беловежские соглашения. Оно съездом не ратифицировано, а оно бы отлежало о ратификации. Только съездом, исключительно съездом. И почему Конституционный суд об этом не сказал, догадывайтесь сами. Спасибо. Уважаемые народные депутаты, и как? Будем заканчивать? Ну, давайте. Уважаемые народные депутаты, уважаемые власти, уважаемый президент, я сейчас обращаюсь ко всем ветвям власти и к судебной тоже. Остановитесь, остановитесь, научитесь жить вместе по Конституции. Здесь смещается корень всех проблем. Я со всей ответственностью заявляю, что на основе научного и всякого другого анализа конституционного мы Конституционный суд считаем, и в это послание отражено, что суть проблемы не в плохой Конституции. Суть проблемы в том, что власти не демонстрируют способность жить по ней. Вы говорили о том, как выйти из этого. Выйти из этого можно только одним путем. Договоритесь, я говорю не о соглашении, не вместо Конституции в каком-то законе, а о согласии, которые вообще должны нормальные цивилизованные люди иметь, тем более функционеры, политики, правители, юристы и так далее, находящиеся в государственном аппарате и высших и других органах нормотворческой власти. Если вы этого не можете, мы готовы с вами вместе разделить ответственность. Мы не дорожим за наше кресло. Давайте тогда скажем народу, мы не можем обеспечить порядок и дисциплину на почве права. Мы предлагаем вам, россияне, переизберите нас всех вместе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Совета Российской Федерации, постановление номер 284 от 1 ноября 1990 года, одобрил и подписал постановление председатель Верховного Совета Борис Николаевич Ельцин. Ровно через 20 дней, 21 ноября 1990 года, президентом Фонда социального развития России и Возрождения, в соответствии с постановлением Президиума России номер 319 от 21 ноября 1990 года был назначен Борис Николаевич Ельцин. Еще тогда в составе Фонда были вице-президенты Царегородцев, его помощник, член Президиума, председатель комитета Полосин. В 1991 году по личной просьбе Бориса Николаевича Ельцина, он был освобожден от должности президента Фонда решением Президиума Верховного Совета Российской Федерации. И в начале 1991 года президентом Фонда был назначен Александр Владимирович Рудской, который сложил в себя данные полномочия в связи с избранием его вице-президентом Российской Федерации. До конца 1992 года обязанности председателя правления исполнял Роман Иосифович Купревич, человек далекий не только от Президиума Верховного Совета, но даже от депутатского значка. Теперь конкретно о коммерческой деятельности Фонда. Фонд Возрождения зарегистрирован в Министерстве юстиции, является государственно-общественной организацией, которая реализует только гуманитарные благотворительные программы. Никогда Фонд Возрождения коммерческими вопросами не занимался. В настоящее же время, и в этом легко было убедиться, в связи с реорганизацией структуры Фонда с 1 января 1993 года, Фонд вообще вышел из состава учредителей всех ранее созданных структур. Это можно прочитать в газете «Российская газета» от 3 февраля 1993 года, где в соответствии с законом дается объявление. В состав правления Фонда действительно входят народные депутаты. Их всего, не как здесь говорилось, 100 человек, а всего лишь только 4. Причем работают они на общественных началах. Это Коровников, Алаев, Медведева и Смирнов, которые занимаются реализацией только гуманитарных программ. Медведева ведет программу помощи детям сотрудников, которые погибли при исполнении воинского долга, по Министерству безопасности и внутренних дел Смирнов занимается поиском и увековечиванием памяти погибших военнослужащих в рамках программы «Искатель». Степашин, Рябов, Аслаханов, Починок и другие члены президиума, которые здесь перечислялись, никогда не принимали участие в деятельности Фонда возрождения. Это маленькая ложь, которая рассчитана в устах министра юстиции на большой эффект, который, я думаю, не состоится. Спасибо. Так, уважаемые народные депутаты, кажется, у нас сегодня приходит работа к концу. Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, прослушайте. Уважаемые депутаты, Ну, здесь Николай Тимофеевич Рябов, в принципе, объяснил ситуацию, которая сложилась вчера на комиссии, когда обсуждался вопрос вот по четвертому пункту. Я пользуюсь случаем, еще раз, этой трибуны, хотел бы еще раз, может быть, обратиться к съезду и спросить, России нужно правительство или не нужно. Если правительству нужно, если правительство нужно, и чтобы оно работало, и чтобы с этого правительства можно было что-то спросить, правительство вправе, как говорится, решать вопросы народного хозяйства, или оно должно только ходить с протянутой рукой и каждого уговаривать. Мы не просто просим подчинить, мы говорим, чтобы все эти органы были в составе правительства, чтобы они сидели за одним столом, чтобы они знали, что происходит в стране, чтобы знали, как решаются эти проблемы, как надо решать эти проблемы. Вот что требуется от того, чтобы эти органы были в составе правительства. И они здесь записаны, они находятся под Верховным Советом. Что здесь противоречивого? Это один пункт. Я могу прочитать и другое. Если правительство сегодня не владеет финансовыми, если правительство сегодня не распоряжается федеральной собственностью, то какое же это правительство? Я в апреле месяце на следующем съезде, вы будете меня слушать. О чем вы будете слушать меня? Что я вам должен сказать? Что эти вопросы решает не правительство? Поэтому я прошу, я же не прошу снять с меня полномочия. Я прошу дайте работу. И прошу, я очень прошу убедительный съезд. Это нужно для работы. Какое же это правительство экономических реформ, если экономические службы не входят в правительство? Я прошу поддержать. Так, спасибо. Я бы уточнил только, Виктор Степанович. Не службы сегодня, а руководители. Виктор Степанович, я бы уточнил только. Речь идет не об органах в составе правительства, а чтобы руководители принимали участие в работе Совета Министров. Здесь так и записано. Нет, давайте по поправкам, Владимир Владимирович. Первая поправка блока, которую вы рекомендуете включить в состав, вернее, в проект постановления. Пожалуйста. У вас должны быть в руках две странички блока поправок, которые редакционная комиссия рекомендует к принятию. Поправка номер один. По первому пункту. Возьмите взамен Рознанного. Уважаемые народные депутаты, просьба открыть две странички блока поправок, которые редакционная комиссия предлагает включить. Четко и ясно, здесь на съезде выражено желание субъектов Федерации в лице их исполнительных и представительных органов образовать комиссию, связанную с формированием механизма реализации федеративного договора. Поэтому съезд и Верховный Совет в данном случае, съезд поручая Верховному Совету, не берет на себя ничего лишнего. Он только формирует то, что выразили эти субъекты Федерации и не вторгается. Под председательством президента. Так было обращение к нам. Потом поступила поправка от президента с том, что он просит не под председательством президента, а комиссию при президенте. В этом случае нам не надо вообще никаких решений принимать, потому что президент, как было сказано, в праве сам образовать комиссию, какую он считает нужным, для того, чтобы реализовать право законодательной инициативы. Именно поэтому комиссия редакционная пришла к выводу о том, что если поручать Верховному Совету, то поручить просто с учетом запросов представительной и исполнительной власти сформировать комиссию, но не обязывать к этому президента. Спасибо. Спасибо. И так ставится на голосование поправка. Исключить из пункта 6 слова под председательством президента Российской Федерации. Прошу народных депутатов проголосовать. Тихо, 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 тихо. Прошу народных депутатов. Так, решений принимаются. Следующая поправка. Номер 7. Поправка подана от депутатов фракции Родины. В пункте 6 последний абзац. После слов о политических партиях вставить о государственном телерадиовещании. Имеется в виду поручение Верховному Совету разработать и принять закон о государственном телерадиовещании. Редакционная комиссия рассмотрела эту поправку и сочла возможным рекомендовать эту поправку съезду. Потому что предстоящим выбором правое обеспечение четвертой власти средств массовой информации и все условия для демократической работы этих средств массовой информации в обществе просто необходимы. Поэтому комиссия решила рекомендовать. Так, спасибо. От фракции Родины. Я не вижу никого пока. Вы от фракции Родины? Нет, не надо. Нам надо от фракции. Автор поправки. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Не надо нарушать регламент. И, уважаемые, уважаемые народные депутаты, кто от фракции Родины, кто подавал? Второй микрофон, пожалуйста. Марокин, председатель фракции Родины. Юрий Михайлович, эту поправку, обоснование, мотивации доложит координатор посредством массовой информации фракции Родины Югин Виктор Алексеевич, народный депутат. Пожалуйста, второй микрофон. Спасибо, Юрий Михайлович. Но координаторов иногда нужно знать в лицо. Уважаемые народные депутаты, я думаю, здесь поправка настолько очевидна, что доказывать что-то, обосновывать нет никакого смысла. Прошу проголосовать эту поправку. Я про это и говорил. Ставится на голосование поправка фракции Родина в пункте 6 после слов о политических партиях вставить о государственном телерадиовещании. Прошу народных депутатов проголосовать. Прошу народных депутатов. Прошу народных депутатов. которые связаны друг с другом. Исходят из следующего. Мы в пункте 8 записали, что это постановление вступает с момента его принятия, но исходя из того, что есть у нас закон о порядке опубликования законодательных и других нормативных актов, и о том, что у нас есть такое право граждан на то, чтобы знать, видеть, какие законы принимают высшие органы, и только тогда их исполнять. Вот исходя из этого, мы предлагаем поправку, редакционная комиссия предлагает поправку 8 и 9, они взаимосвязаны. То есть по 8 поправке. В пункте 7 после слов в полном объеме записать с момента вступления в силу настоящего постановления. А это постановление у нас должно вступить не с момента принятия, а с момента опубликования. Вот в чем суть этих двух поправок. Значит, поправка 8. В пункте 7 после слов в полном объеме записать с момента вступления в силу настоящего постановления. Это с точки зрения вот этой юридической техники и прав человека, это более точный и полный. Редакционная комиссия предлагает проголосовать за 8 поправку. Так, автор поправки, первый микрофон, пожалуйста, народный депутат Варов. Депутат Варов, уважаемые коллеги, поправки, в общем-то, очевидные. Правда первая. Я просил бы проголосовать за них, причем за них в пакете, несмотря на мое категорическое негативное отношение вообще к данному постановлению. Но перед голосованием по обоим этим поправкам в пакете я бы попросил первоначально проголосовать поправку президента о исключении 7 пункта из данного постановления. Иначе у нас будут определенные противоречия. Большое спасибо. Так, спасибо. Уважаемые народные депутаты, я обращаюсь к вам с просьбой, прежде чем голосовать по поправкам 8 и 9 в пакете, в порядке исключения рассмотреть предложение президента, исключить пункт 7 из данного постановления. Итак, кто за то, чтобы рассмотреть поправку президента, изменив наш порядок? Я пока ставлю вопрос о порядке. Кто за то, чтобы изменить наш порядок и перейти к рассмотрению поправки президента по пункту номер 7? Юрий Фёдорович, но при этом я сейчас выступлю. Итак, ставится еще раз, повторяю, идет голосование. Кто за то, чтобы изменить наш порядок и рассматривать поправку президента по пункту номер 7? Так, решение принимается. Владимир Владимирович, пожалуйста, я вас прошу, присядьте. Возьмите бумаги. Так, слово предоставляется президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину. Уважаемые народные депутаты, сегодня наступил решающий момент в работе 8-го съезда. Вам предстоит принять постановление, которое вы сейчас обсуждаете. В работе Редакционной комиссии принимали участие, кроме членов Редакционной комиссии, председатель Верховного Совета, президент и председатель Совета Министров. Это дало возможность внести в проект поставления ряд серьезных предложений, в первую очередь экономического характера. На заседании Редакционной комиссии я высказал свое несогласие с пунктами 2 и 7, поскольку они полностью отменяют постановление 7-го съезда народных депутатов. Ссылки здесь в отношении пункта 9-го не имеют оснований, поскольку в пункте 9-го этого поставления сказано, что положение пунктов 1 и 8 не принимается самостоятельно. То есть, если юридически и лингвинистически подойти к этому вопросу, то не все 8 пунктов можно отменить, а допустим 2. То есть, только 1 пункт нельзя отменить, а 2 уже можно, 3 можно. А вы вчитайтесь. Это грубая ошибка постановления этого поставления съезда 7-го. Именно 9-й пункт. Считаю, что поставление 7-го съезда народных депутатов в основном достигло поставленной цели и удавалось сохранять в стране, хотя и шаткое, и хрупкое, но равновесие властей. Его отмена, предусмотренная вторым пунктом, постановление съезда окончательно разбалансирует их взаимодействие и вместо необходимого согласия углубиться конфронтация. В случае его принятия мы вновь возвращаемся к ситуации, возникшей на 7-м съезде. Это означает, что обращение президента к народу и встречное обращение 7-го съезда вновь вступают в силу. Перечеркивается то главное, на чем держалась общественная и государственная жизнь последние 3 месяца. Если будут приняты пункты 2 и 7 проекта постановления, то можно будет только говорить о принципе разделения властей, но реализовать на практике его будет невозможно. В России будет царить не власть депутатов, не двоевластие, а безвластие. Падает и так авторитет власти, власть упадет в целом и следствие этого ослабления России. Я шел на съезд с надеждой, что все-таки дух согласия сохранится, и мне казалось, встречаясь со многими депутатами народными, что они тоже настроены на это. Тем не менее, документ, который принимается, он не отвечает этому духу. Все-таки съезд повернул в сторону большей конфронтации. Встречного движения не получилось. Я сделал все возможное для достижения согласия, предложил ряд вариантов компромисса, выслушивал мнения, хотя во многих случаях они и облеклись в площадные, а то и оскорбительные формы. Здесь говорили в отношении ответственности по референдуму. Будет принято решение проводить референдум, а я за референдум, я как президент беру на себя ответственность, и вы не пугайтесь. Что я могу от этого откреститься. Беру на себя ответственность за этот референдум и за порядок на нем. Сейчас остается крайне небольшой набор средств, чтобы удержать стабильность ситуации. Если не будут приняты высказанные мной предложения, то президенту придется искать еще какие-то дополнительные меры для того, чтобы обеспечить... Ну вы о своем думаете, а я о другом. Вас обязательно тянет, понимаешь, на улицу. Если не будут приняты эти предложения, то я действительно должен думать о дополнительных мерах для того, чтобы сохранить баланс властей в стране. Сохранить все-таки хотя бы шатающееся, но равновесие, которое сегодня есть. сохранить все ветви власти и для того, чтобы они усиливались. Для того, чтобы все-таки нам 93-й год действительно перейти на экономические вопросы и укрепить экономику и материальное состояние наших людей. Я просил бы народных депутатов все-таки внимательно прислушаться к предложению президента. Спасибо. Так, спасибо, Борис Николаевич. Уважаемые народные депутаты, после выступления президента Бориса Николаевича, давайте, может быть, мы, прежде чем приступим к нашей работе над проектом постановления, обменяемся мнениями. Итак, я ставлю... Одну минуточку. Одну минуточку. Я ставлю на голосование вопрос о том, что будем ли мы продолжать работать над постановлением или обменяемся мнениями. Не надо, не надо, не надо. Они же кричат. Я ставлю вопрос однозначно. Будем ли мы продолжать работать над проектом постановления? Не так. Пожалуйста, регламентная группа. Если вносится предложение обменяться мнениями, именно так надо поставить. То за то, чтобы открыть абсурдение по этому выступлению президента. Спасибо. То за то, чтобы после выступления президента Бориса Николаевича обменяться мнениями. Одну минуточку. Вы проголосуйте сначала, а потом мы по порядку ведения. Я еще раз говорю, что мы голосовали о порядке нашей работы. Значит, если вы не верите, подойдите к регламентной группе. Итак, я ставлю на голосование поправку президента исключить... Одну минуточку. Мы голос... Подойдите к регламентной группе. Так, пожалуйста, регламентная группа. Уважаемый съезд, было поставлено на голосование предложение обменяться мнениями, то есть открыть абсурдение по предложению президента. Съезд не принял это решение. В соответствии с принятым нами порядком, сейчас необходимо провести голосование по поправке президента. Совершенно правильно. Итак, уважаемые народные депутаты, я ставлю на голосование поправку президента исключить из проекта постановления пункт 7. Прошу народных депутатов проголосовать. Будьте внимательны. Подойдите, пожалуйста. Будьте внимательны. Идет голосование. Идет голосование по поправке президента исключить из проекта постановления пункт 7. Так, решение не принимается. Уважаемые народные депутаты. Уважаемые народные депутаты, будьте внимательны. Мы возвращаемся к блоку поправок, которые редакционная комиссия предлагала принять, а именно к поправке номер 8 и номер 9. Подойдите, пожалуйста, к регламентной группе. Уважаемые народные депутаты, поправка номер 8 и поправка номер 9 голосуются одновременно. Они взаимосвязаны и будут, комиссии их поддерживают, и они будут звучать в следующем виде. Пожалуйста, Владимир Ильич, прочитайте вместе. По статье 7, статьи 109, 110, 121, 6 Конституции Российской Федерации вести в действие в полном объеме с момента вступления в силу настоящего постановления. Уважаемые народные депутаты, будьте внимательны. Я прошу вас... Вы подойдите. Уважаемые народные депутаты, прошу занять свои места. Будьте внимательны. И по пункту 8 вести в действие... Одну минуточку, Владимир Ильич. Просит перерыв. Так, первый микрофон, пожалуйста. В этом голосовании депутат Бабурин, Советский территориальный округ. Уважаемые коллеги, я прошу, чтобы спокойно и мудро принимать решение по поправке, которую мы сейчас рассматриваем, обратить внимание на те статьи Конституции, о которых идет речь. Это статья 110 в части предоставления правозаконодательной инициативе правительству. И статья 121 со значком 6 о том, что полномочия президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, распуска, либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно. Я считаю, что мы должны отклонить поправку. Эти статьи должны вступить в силу немедленно с момента принятия нашего решения сейчас. Это позволит правительству работать, стать более сильным, и это позволит президенту более четко обдумывать шаги, которые он осуществляет. Действовать в соответствии с Конституцией. Поэтому я считаю, что мы должны сейчас отклонить поправку и ввести эти статьи в Конституции немедленно, в законную силу. Уважаемые народные депутаты, я прошу вас занять свои места. Уважаемые народные депутаты, я прошу занять свои места. Вы, пожалуйста, отойдите от первого микрофона, потому что мы проголосовали за порядок. Подойдите. Итак, уважаемые народные депутаты, я ставлю на голосование предложение народных депутатов Варова, Сбраншко-Метюкова и редакционной комиссии. Прошу народных депутатов проголосовать. Идет голосование. Будьте внимательны. Идет голосование. Будьте внимательны. Идет голосование. Народные депутаты, будьте внимательны. Идет голосование. Идет голосование. Будьте внимательны. Продолжение следует... Одну минуточку, одну минуточку. Решение не принято. Ставится на голосование предложение народного депутата Бабурина. Статьи 109. Что? Пожалуйста, пожалуйста. Так, пожалуйста, регламентная группа. Регламентная группа. Уважаемые коллеги, депутат Бабурин выступал по мотивам голосования. Тут, конечно, председательствующий несколько нарушил наш порядок, но не было проголосовано предложение Бабурина. Он и ничего не предлагал, он выступал по мотивам. Поэтому сейчас, в соответствии с нашим порядком, я прошу продолжить работу. Вот депутаты, которые от первого микрофона, по порядку ведения. Можно предоставить слово до одной минуты. Пожалуйста, но потом все-таки перейти к порядку рассмотрения, который в нами утвержден. Так, уважаемые народные депутаты, мы с вами проголосовали по порядку работы и обсуждения проекта. Порядок такой выступает редакционная комиссия, выступает автор поправки и выступает, значит, оппонирующая сторона. Никаких о порядке ведения и других мы не предоставляем. Но, одну минуточку, одну минуточку, одну минуточку, одну минуточку. Значит, однако народные депутаты от первого микрофона просят дать слово о порядке ведения. То есть, у меня голос такой же, как у вас, и не надо орать. Поэтому я еще раз, я ставлю на голосование, одну минуточку, одну минуточку. Я ставлю на голосование, дадим ли мы слово от первого микрофона. Одну минуточку, я еще раз ставлю на голосование. Я ставлю на голосование. Дадим ли мы во изменение нашего с вами принятого порядка от первого микрофона. Прошу голосовать. Подойдите к регламентной группе. Подойдите к регламентной группе. Подойдите к регламентной группе. Будьте внимательны. Идите. Идите Подойдите к регламентной группе Не мешайте мне работать Идите к регламентной группе Так, пожалуйста, регламентная группа Подойдите к регламентной группе Вы ведете заседание света Подойдите к регламентной группе Я прошу вас отойти. Не принято решение. Решение не принято. Юрий Михайлович, пожалуйста, регламент. Уважаемые коллеги, съезд принял очень жесткий порядок рассмотрения этого вопроса именно потому, в связи с его важностью. Сейчас ряд депутатов требует выступить, слово требовали выступить выступление по порядку ведения. Если председательствующий правильно поставил в голосовании вопрос, кто за то, чтобы предоставить такое слово, чтобы исключить или внести дополнение в ранее принятый порядок. Съезд отклонил это предложение. Спасибо. В данной ситуации необходимо выяснить это решение предварительным голосованием. Вернется ли съезд к рассмотрению об исключении? Совершенно точно. Я так и ставлю. Кто за то, чтобы вернуться к обсуждению предложения об исключении пункта 2 из поставок? Вопрос не разрешили. Поэтому моя поправка в статье пункта 126 предусматривает необходимость проведения в мае или в июне референдума, но не по будущей Конституции. А именно прямо по вопросу о том, народ за то, чтобы президент продолжал проводить экономическую реформу шоковой терапии или нет. Таким образом, мы получили бы возможность разрешения этого кризиса. Ну и кроме того, у меня здесь вопрос о необходимости проведения досрочных выборов президента и нашего, если мы, конечно, не проведем референдум. Если этот вопрос будет отдельно стоять, то я снимаю свои поправки. А если этот вопрос не будет отдельно стоять, я имею в виду и о проведении референдума по экономической реформе, то тогда я просил бы сейчас рассмотреть этот вопрос и принять решение. Так, хорошо, уважаемые народные депутаты, у нас кто? Пятый микрофон, пожалуйста. Кучеренко, Санкт-Петербург. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Для того, чтобы знать, как голосовать, я хотел бы услышать ответ на один вопрос. Предложение об исключении четвертого пункта из обсуждаемого постановления, а также распространенные уже в зале проекты предложения о переподчинении телевидения, о снятии и реорганизации госком имущества, и о снятии министра иностранных дел. Это не звенья ли одной цепи? Не телеграф ли телефон почта? Вот я хотел бы знать, так это или нет. Я не знаю, кто уполномочен ответить на этот вопрос. Может быть, вы, уважаемый председательствующий. Так, спасибо. Шестой микрофон. Уважаемые народные депутаты, депутат Дерягин, город Калуга. Вот из этого обсуждения, которое сейчас прошло около микрофонов, уже ясно, что данное постановление не будет принято в целом. Я бы тоже, так сказать, за него не проголосовал, но по другой причине. По мотивам мы с вами говорили и приняли решение. Идет голосование. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Так, решение принимается. Уважаемые народные депутаты, разрешите от вашего имени высказать искреннюю благодарность за редакционной комиссии, за их хорошую работу. У меня... Одну минуточку, уважаемые народные депутаты. Значит, у меня есть предложения, которые вы сами высказывали. Речь идет о референдуме и речь идет о досрочных выборах. Я бы попросил народного депутата Тихонова, народного депутата Гена и других народных депутатов, кто пожелает принять участие, подготовить два раздельных проекта постановления по данному вопросу. По регламенту у нас перерыв. Уважаемые депутаты, прошу зарегистрироваться. Здесь звучавшие мотивы у народных депутатов, чтобы позволить президенту в какой-то форме провести самостоятельное какое-то решение, возможно, принять. Борис Николаевич подослал эти вопросы. Они вот сейчас вам будут розданы. И мы обязаны обсудить эту идею раз. И вторая идея о дополнительных, одновременных выборах президента и депутатов Российской Федерации. Вот эти два вопроса мы, как с вами договорились, будем обсуждать. Эти два вопроса. Сейчас, если вы не возражаете, просят выступить здесь от председателей Верховных Советов Республик, председателей Краевых и Областных Советов, Сумиин Петр Иванович, ему поручено, и от глав администрации, Маточкин Юрий Семенович. Пожалуйста, нет возражений, уважаемые депутаты. Пожалуйста. Пётр Иванович, пожалуйста. Уважаемые народные депутаты Российской Федерации, уважаемый президент Российской Федерации, уважаемый председатель Верховного Совета Российской Федерации, уважаемые члены Конституционного Суда, уважаемые гости съезда. Наступили те минуты съезда, которые обязывают меня по поручению председателей Верховных Советов Республик, председателей Краевых и Областных Советов Народных Депутатов обратиться к вам. Мы, народные депутаты России, довольно непростое время для российского государства должны проявить мудрость, взвешенность, мужество и гражданскую ответственность за судьбу России и россиян. Не допустить дальнейшего обострения конфронтации между федеральными органами власти Российской Федерации. Не расценивать стремление съезда народных депутатов действовать в рамках Конституции Российской Федерации как стремление депутатов, советов к углублению конфронтации. Мы заявляем, первое, руководители федеральных органов власти должны немедленно прекратить какое-либо противостояние. Судьба России дороже любых и чьих-либо политических амбиций. Второе, мы примем все необходимые меры для того, чтобы не допустить переноса подобного противостояния в наши с вами регионы, ибо это губительно скажется на экономике России, жизни людей приведет к усилению дезиндеграционных процессов в государстве. Третье, мы подтверждаем наше обращение, которое прозвучало с этой высокой трибуны в первый день настоящего съезда. Уважаемый президент Российской Федерации, уважаемый председатель Верховного Совета Российской Федерации, уважаемые народные депутаты, сегодня есть еще шанс найти разумное политическое решение, решение в интересах России и россиян. Мы считаем единственный путь преодоления конфронтации это строгое соблюдение всеми и всеми Конституции Российской Федерации. Постановление съезда, принятое нами только что с вами, направлено именно на это и на стабилизацию политической и экономической жизни России. А съезд народных депутатов, президент Российской Федерации, Конституционный суд обязан быть неформальными гарантами Конституции Российской Федерации. Спасибо за внимание. Слово Маточкину Юрию Семеновичу от руководителей администрации. Пожалуйста, Юрий Семенович, пожалуйста. Уважаемые народные депутаты, уважаемый председатель Верховного Совета Российской Федерации, уважаемый президент Российской Федерации, Состоялось сегодня совещание встречи руководителей исполнительной власти Республик в составе Российской Федерации, краев и областей. Мне поручено зачитать следующее заявление. Мы, руководители исполнительной власти субъектов Федерации, возлагали большие надежды на восьмой внеочередной съезд народных депутатов. И для этого были все основания. Это решение Седьмого съезда народных депутатов Российской Федерации, конструктивные предложения президента Российской Федерации, предсъездовские заявления руководителей Верховного Совета, руководителей органов власти субъектов Федерации. Мы полагали, что на данном съезде будет сделан еще один шаг в реализации федеративного договора, получат дальнейшее развитие те крупицы согласия между федеральными органами власти, которые были найдены на Седьмом съезде народных депутатов. Тем более, что в большинстве регионов значительно улучшилось взаимодействие представительных и исполнительных органов власти на основе Конституции, федеративного договора и действующего законодательства. К сожалению, съезд показал, что согласия в руководстве федеральных органов власти не достигнута. Более того, возможен новый виток конфронтации между ними. Руководители органов исполнительной власти, субъектов Федерации, выражают серьезную озабоченность сложившейся ситуации и заявляют следующее. Первое. Руководители всех ветвей органов федеральной власти должны немедленно прекратить политическое противостояние. Судьба России дороже любых политических амбиций. Второе. Мы примем все необходимые меры к тому, чтобы не допустить переноса подобного противостояния в регионы, ибо это губительно скажется на экономике России, приведет к усилению дезинтеграционных процессов в нашем государстве. Третье. Мы считаем необходимым в ближайшее время провести общероссийское совещание руководителей представительных и исполнительных властей по выработке конкретных мер по реализации федеративного договора в рамках действующей конституции. Четвертое. Мы считаем, что в данных условиях должны быть значительно расширены полномочия правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти регионов, части управления федеральной государственной собственностью, проведения самостоятельной финансово-кредитной политики. Пятое. Мы просим провести совместную встречу президента Российской Федерации, руководителя правительства, председателя конституционного суда с руководителями представительной и исполнительной власти регионов субъектов федеративного договора. Мы призываем народных депутатов еще раз задуматься о судьбе России, не создавать новый конфликт между федеративными властями и регионами, понять, что судьба России сегодня решается не в Верховном Совете, не в Кремлевском дворце, а в регионах субъекта федеративного договора. Мы призываем народных депутатов с величайшей серьезностью отнестись к нашему заявлению. Наша главная забота обеспечить содействие в регионах, продолжить совместную работу представительной и исполнительной власти по выходу страны из политического и экономического кризиса. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Семенович. Уважаемые народные депутаты, автономии, национальная округа здесь немного недовольны. Вот чем вкралась небольшая ошибка. Выступление Петра Ивановича Сумина не было упомянуто, хотя они тоже подписывали и полностью поддерживают текст обращения, с которым выступил Сумин Петр Иванович. Поэтому большая просьба дописать и в письменном, когда будет обнародовано, так опубликовано, чтобы там были эти слова автономии, национальные округа. Вот о чем идет речь. Так, уважаемые коллеги, я хотел бы сразу сообщить вам, что положение не такое уж и благодушное для того, чтобы нам сегодня завершить работу съезда. Надо нам продолжить посмотреть сегодня внимательно, как будут развиваться события. С точки зрения высшей представительной и законодательной власти проблем нет. Мы готовы к сотрудничеству и, безусловно, точному выполнению всех статей и положений Конституции, и буквы, и его духа. мы будем наблюдать самым внимательным образом, как будет исполняться Конституция другой ветвью власти. Поэтому нам надо продолжить работу завтра. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Пожалуйста, прошу голосовать. Идет голосование. с украины. Спасибо. Прошу голосовать.